ВЕРОВАНИЕ ВЕРОВАНИЕ Сколько существует человечества, столько и возникают различные верования, религии, а вместе с ними и вопросы сосуществования людей, исповедующих разные веры. За последние две тысячи лет наибольшее распространение получили христианство и ислам, наряду с которыми существуют и другие религии. Миллионы приверженцев буддизма, иудаизма живут в странах, где эти направления преобладают. Немало есть стран, где религия давлеет над гражданским обществом и устанавливает свои нормы на уровне государства. В постсоветскую эпоху Казахстан стал привлекательным регионом для миссионеров разного толка, и в 90-е годы они стали активно собирать свои сообщества прихожан. В результате к нынешнему времени в стране зарегистрировано 18 конфессий и почти 4 тысячи религиозных объединений, часть из которых представлена в Актюбе. О том, как они взаимодействуют между собой и какова роль государства в регулировании этих отношений, мы поговорили с религиоведом информационно-аналитического центра «Ансар» Ольгой Вороневич. У нас в Актюбинской области, я напомню, что 10 конфессий, они представлены 93-мя религиозными объединениями, и кроме ислама-сунизма и христианства-православия существует также римская католическая церковь, протестантские организации, и неоиндуизм – это представленные Обществом Сознания Кришны. Поэтому каждая конфессия, она представляет собой уникальность и в религиозном плане, и в социальном плане. Каждая из них несет определенный культурный код. Это конкретно почему мы идентифицируем ту или иную конфессию. Многие неверные на сегодняшний день понимают, что религия – это только вера в Бога. Есть еще такое общее определение, что это особый тип мировоззрения, который определяется традициями, культурой того или иного народа, населявшегося на определенной территории, и эти ценности передаются из поколения в поколение. И связаны они тоже с верой в Бога, либо во что-то сверхъестественное. Понятие религии намного шире, чем это может показаться. Кому-то достаточно по праздникам появляться в храме, а для кого-то это ежедневный ритуал. Одни люди держат строгий пост, другие в силу жизненных обстоятельств мало уделяют времени религиозным обрядам. Но вера, несомненно, стала частью жизни современного человека, даже в самый технологичный и прагматичный 21 век. Религия на самом деле – это целая система ценностей. Это не только отношение между верующим и Богом. Это еще отношение верующих к обществу, к социуму, к тем же самым образованию, медицине и так далее. То есть это целая система ценностей. Сама по себе структура религии, она тоже сложна. Она состоит, например, из религиозного сознания, это чувства верующих, отношения друг к другу и отношения к Богу. Сюда же включается деятельность религиозная, которая включает в себя различные молитвы, посты, богослужения, традиции, обряды какие-то. Ну и это организация сама. То есть каждая конфессия представляет себя либо в виде общины, либо в виде церкви. Столетиями вопросы веры становились причиной конфликтов, войн и братоубийств. Крестовые походы, Варфалмеевская ночь, еврейские погромы – все это черные страницы истории человечества. И в 21 веке события в Сирии или Афганистане говорят о том, что религию можно сделать оружием уничтожения и разобщения людей. Но демократические государства противопоставляют этому идею плюрализма, мирного сосуществования и сотрудничества верующих разных конфессий. Главное в этом терпимость и поиск общих тем для взаимодействия. Когда мы говорим о плюрализме в религиозном диалоге, здесь мы будем сталкиваться не только в различности вер в Бога или в Божества. Здесь еще нужно быть готовым к тому, что на любой вопрос, который возникает в обществе, конфессия будет смотреть совершенно по-разному. То есть здесь еще и плюрализм в отношении, например, общественных каких-то вещей, государства к тому же самому. Я напомню, что разные конфессии реагируют на такие моменты, как служба в армии, например. Как, например, переливание крови или вообще принятие медицины. Это совершенно различно относится к образованию, ну и к другим вещам. Буквально недавно у нас в области, даже в городе, мы видели субботник. И вот даже сбор на субботнике, казалось бы, все убирают, чистят улицы, все делают какое-то благое дело. Но даже здесь конфессии подходят совершенно по-разному. Например, свидетели Иеговы не придут на субботник, где будут другие представители веры. То есть они могут убрать, конечно же, улицу, но только сами. Поэтому даже в таком простом, такой простой вещи, казалось бы, да, как субботник, каждая конфессия будет относиться по-разному. Споры о том, какая религия правильная, что есть истина, это не путь к единению. Все равно каждый останется верен своим убеждениям. Поэтому религиозные деятели в нашей стране решили объединяться на уровне общих дел, главных проблем общества и воспитания в людях ответственности за все, что происходит вокруг них. Есть внешние и внутренние отличия в религиозной сфере. Когда мы говорим о плюрализме внутреннем, то мы затрагиваем какие-то вероучительные моменты. То есть даже сегодня, на сегодняшний день, можно сказать, что религии, крупные религии между собой, они не стараются эти отличия обсуждать. Почему? Потому что, естественно, что это не приведет к никакому консенсусу. Но возьмем, например, православие и ислам. Совершенно две разные религии, у них разные священные писания, разные личные зныбоги. И поэтому смысла нет вообще спорить, да, какая вера правильная, какая нет. Но допускаются споры в богословии, например, внутри религии. Когда мы говорим о христианстве, то католики могут спорить с протестантами, протестанты с православными, и это нормально, потому что у них одно священное писание, одни какие-то нормы, да, один бог и так далее. Конечно же, хорошо, когда эти споры не переходят в какой-то конфликт. Считается, что религиозные конфликты свойственны бедным и экономически отсталым странам. Но существует множество примеров в наши дни, когда даже развитые страны с высоким уровнем жизни не могут преодолеть внутренних противоречий. Пример Норвегия, где неонацист и неоязычник Андрес Брейвик расстрелял 77 человек, сжигание Корана в Швеции и прочие события, которые свидетельствуют о слишком вольном толковании свободы и демократии. По мере созревания в обществе каких-то проблем будут и какие-то сложности в межрелигиозном диалоге и в диалоге между государством и религией. Я приведу пример, что во Франции вот несколько лет назад интендент, связанный с пророком Мухаммадом, когда его в журнале образ его опубликовали. Затем преподаватель в светском вузе показывает студентам этот образ и со стороны светскости люди подходят к тому, что в образовании, в науке каждый может использовать этот образ в каких-то научных целях. А с другой стороны, верующие говорят, что их чувства были затронуты. И то, и другое действительно можно понять и тех, и других. И это сложно. С другой стороны, здесь были задействованы и государства, потому что политические деятели тоже высказали свое мнение. И религиозные организации. Мы знаем, что со стороны экстремистской организации затем этот преподаватель был убит. Наладить контакты между представителями различных конфессий – дело сложное. Но в нашей стране уже много лет идут поиски общих путей. Свидетельство тому съезды лидеров мировых религий, куда приезжают гости со всего мира. На более близком нам уровне это совместные акции, встречи, общения представителей религиозных организаций и государственных органов, Акимата, Управления по делам религии. Большую помощь оказывают общественные организации, предприниматели, волонтеры, молодежь. У Казахстана вообще есть хороший опыт на самом деле. Когда мы говорим, какие у нас могут быть перспективы, будут ли они какие-то отрицательные, как вот, например, во Франции, или же положительные, мы можем дать какой-то прогноз, потому что для Казахстана, именно для казахов, очень характерны вот эти доброжелательные отношения, и для них межрелигиозный, межконфессиональный диалог, межнациональный, он как бы привычен, исходя из истории, из культуры народа. И мне кажется, по этой причине мы очень легко выходим сегодня на новый какой-то уровень межрелигиозного диалога. Я напомню, что вот буквально недавно Управлением по целам религии были проведены в прошлом году День открытых дверей, и вот в этом году мы провели тоже как бы День открытых дверей, но не просто ходили друг к другу в организации, да, и организации друг друга посещали, а здесь рассказывали уже историю, не боялись вероучительные моменты какие-то рассказывали, и люди друг с другом делились, совершенно представители совершенно различных вер, конфессий. И мы, конечно же, опасались и боялись вот этой сложности, что могут возникнуть какие-то споры на вероучительном моменте. Но удивились, насколько наш народ готов слышать друг друга, слышать вообще другого, слушать, и просто принимать даже их, конечно же, оставаясь при этом при каких-то своих мнениях, при своей вере. И вот мы до этого дошли. Я знаю, что на сегодняшний день очень много в США, в Европе к этому стараются прийти, и они тоже разрабатывают различные планы. Самые многочисленные общины верующих в Казахстане – мусульмане и христиане. С православия и ислама началась история совместного существования и взаимопонимания верующих в стране. Известна история святителя Николая Алматинского, в честь которого назван и главный Актюбинский храм. Едва живого священника в годы войны, высланного в Казахстан, спас мулла на станции Шалкар. И это был именно человеческий поступок, согласно вере и нравственным принципам. Те же личные человеческие отношения важны и сегодня. У нас есть уникальный пример в Храм Тау, где совершенно разные священнослужители разных конфессий встречаются друг с другом, пьют чай. Это Римско-католическая церковь, представитель ислама и православия. Это уникально, когда в одном культовом сооружении холодно, они идут греться в другой. И вот теплые приемы, праздники, они какие-то вместе справляют, ходят друг к другу на мероприятия. Это уникально, и думаю, что вот с этого все начинается. Конечно же, вклад большой вносит ислам и православие. И вот в последнее время, буквально 10 лет назад, мы еще не могли говорить об этих открытых дверей с другими конфессиями. Потому что, с одной стороны, наверное, оставалось после советской власти какое-то недоверие в отношении властей и других конфессий, а сегодня это смыто. И вот эти отличия, они размываются, и, наверное, оплотом какого-то совместного, да, вообще совместности какой-то в диалоге являются именно межчеловеческие отношения. Очень хорошо у нас получилось социальными какими-то экспериментами, когда мы вместе помогали людям, да, вместе помогали пищей, вещами, нуждающимся. нуждающимся. И здесь абсолютно не затрагивались никакие вероучительные моменты, тем более там исторические и так далее. Вмешательство государства должно быть продуманным и осторожным, но без него не обойтись. В моменты, когда нарушается закон самими верующими, или когда в обществе назревает конфликт по отношению к каким-либо конфессиям, оставлять его без реакции, чревато тем, что произошло во Франции или Норвегии. Когда мы привели пример с Францией, как государство сможет урегулировать вот эти отношения в поликомфессиональном и в полинациональном обществе. Это очень важна роль именно государства. И на сегодняшний день, конечно же, именно государство является регулятором, потому что планы, которые мы создаем, хотя они совместные, когда у нас есть клуб, например, лидеров традиционных мировых, вернее, клуб представителей религиозных организаций, где совместно решаются вопросы этого плана. Как мы будем строить эти отношения? То есть государство, да, оно регулирует, но это естественно, хотя бы для того, чтобы не было каких-то конфликтов и чтобы не ушли куда-то в нарушение закона. Но при этом на сегодняшний день мы уже говорим, что не государство диктует, как этот диалог будет состояться. А свои предложения вносят сами религиозные конфессии. И вот часто от пятидесятников, например, нам поступают предложения в культурном плане, то есть они больше в искусство, например, входят. А если мы говорим об обществе сознания Кришны, то они больше социальные какие-то предложения предлагают. Если мы говорим о православии, об исламе, то это игры, интеллектуальные какие-то. Мы уже дошли до того уровня, что легко очень сами религиозные объединения включаются и предлагают свое видение. Наряду с верующими в нашем обществе достаточно много людей, которые не примкнули ни к одной из религий. Их права государство учитывает в полной мере. По сути, Казахстан провозгласил себя светской страной. И такие обязанности, как служба в армии или получение общего образования распространяются на всех граждан. Но важно было продумать общие для всех объединяющие акции. И поэтому религиозные объединения становятся активными участниками многих общественных мероприятий. Одинаковые права имеют и верующие люди, и также неверующие. То есть, когда мы говорим об атеистах или просто других представителей. Конечно же, поэтому, чтобы не возникало каких-то таких моментов, то все это стирается. То есть, мы также предлагаются какие-то общие мероприятия, на которых могут участвовать все. Например, когда у нас проходили конкурсы рисунков, плакатов, там могли участвовать абсолютно все, независимо от вероисповедания или вообще верующие линии верующие. Эти конкурсы проводились с отношением молодежи. И сама тематика, она была общая, она не касалась конкретно какой-то веры или религией. Ну, сохраним мир в Казахстане, да, или там сохраним природу, какие-то экологические акции, они в принципе не касаются какой-то конкретной веры, какого-то конкретного исповедания. И тут, я думаю, что государство этим самым затрагивает все общество, и верующих, и неверующих. Безусловно, решить все проблемы еще не удалось. Не так много времени прошло после известных выступлений экстремистов в 2016 году. Периодически возникают споры вокруг хиджабов. Вспыхивают конфликты в других регионах страны, но они носят скорее бытовой характер, не системный. К тому же новое поколение, имеющее доступ к огромному миру информации, расширяет свое мировоззрение. От тенгрянства до нумерологии. И это тоже нужно учитывать. На сегодняшний день остро еще какие-то есть моменты воспринимаются. Но это остается на уровне образовательных учреждений. Если мы будем говорить о предпринимательстве, предпринимательской деятельности или же вообще в обществе, то это уже не является каким-то острым вопросом. В принципе, люди к этому приходят, они уже нормально реагируют на все эти моменты. еще еще раз хочу напомнить, что у нас нет таких острых реагирований, как было во Франции. Мы отошли от этого, потому что лет еще пять назад у нас были какие-то такие моменты. На сегодняшний день это уже уходит на второй план, люди принимают друг друга. На сегодняшний день очень много различных не только конфессий, но еще и идей среди человечества, потому что многие стали сегодня можно сказать философами, да, очень много таких идей, например, New Age, да, философии или идеологии, как ее правильно назвать, когда человек не относится к какой-то определенной конфессии, но имеет такую вот смесь философских взглядов, паранаучных взглядов и религиозных взглядов, и поэтому с ними тоже обществу приходится считаться. И, конечно же, я думаю, что государство на сегодняшний день готово и к таким новым каким-то появлениям мировоззрения, это же особый тоже как бы тип мировоззрения получается. Верующими сегодня считает себя 92% населения Казахстана. От того, насколько открыты религиозные организации для контактов и как осторожно и продуманно ведут себя государственные органы, зависит самое главное мир и согласие в многонациональной стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok